Дело к обеду, а ликвидация последствий пожара в жилищном комплексе Вузовский продолжается. Здесь около трех часов утра загорелась квартира. Как оказалось позже, она была очень сильно захламлена. Поэтому огонь быстро распространился на площадь 400 квадратных метров. Из-за сильного задымления пострадало двое пожарных. Больше сотни жильцов эвакуировались в спешном порядке. Спустя четыре часа после возгорания пожарные отрапортовали, что огонь потушен. Сейчас приступили к работам по разбору завалов и проливу возможных очагов. Огонь коварно застал жильцов дома ранним утром в три часа, когда все, конечно же, спали. Прибывшие расчеты пожарных быстро укротить опасную стихию не смогли. С квартиры огонь перекинулся на крышу. Только в семь утра пожар удалось локализовать, а уже в 9.42 полностью его ликвидировать. Против спасателей были сразу несколько факторов. К счастью, погибших и пострадавших среди жителей нет. Более сотни людей смогли вовремя покинуть дом. Уже утром, когда рассвело, предстала неприглядная картина произошедшего. Во дворе куча сгоревшего хлама. Его пожарные с грохотом скидывают на асфальт, разбирая завалы. Из открытых дверей подъезда вода стекает водопадом. Попасть вовнутрь без резиновых сапог невозможно. Шильцы говорят, что эвакуировались спешно уже, когда приехали спасатели. «Проснулся около 4 утра от шума. Увидел в окно, что вышли соседи. Увидел пожарных с фонариками. Собственно, собрал всю семью и быстренько в оперативном режиме вышли во двор. И после этого увидел, что горит шестой этаж, балкон шестого этажа. Пожарники выполняли свою работу. Забегали на этаж. Уже тушили. Как я видел, струя напротив балкона шестого этажа уже была пучена непосредственно в очаг возгорания. Уже тушили». Евгений говорит, что его квартиру на втором этаже затопило. Чтобы точно оценить ущерб, мужчина снаряжается в целлофановые сапоги. Утверждает, что их бесплатно выдала администрация известного супермаркета, расположенного в доме. К слову, руководство пострадавшего магазина общаться с нами отказалось. Но известно, что затопленными оказались несколько отделов. Между собой люди гневно обсуждали владельца злополучной квартиры. Говорят, он был странным и превратил всю немалую площадь своего жилья в склад для вторсырья. «А вот как была эта квартира от строителей, так она и осталась. И он такой странноватый, видно, жил на пенсию, ему денег не хватало. И он туда складывал пластиковую тару. А потом ее сначала завозил туда, потом там ее, видно, мыл, как-то прессовал, потом вывозил и продавал. Но у него этой тары на всех 100 квадратных метров было забито до потолка, ну, наверное, 40 сантиметров». Татьяна рассказывает, что мужчине не раз предлагали купить квартиру, но тот отказывался. Коммуникации там не было. Соседи подозревают, что пенсионер мог нелегально провести себе электричество, и оно замкнуло. Женщина рассказала, что паники при эвакуации не было. Пожарные соседи бегали по этажам и стучали в двери. Позаботились и о них, и на улице. «Автобус такой с комфортабельными сидениями. Нам сказали, что мы можем туда пройти и там погреться. Водитель нам включил печку, и потом через какое-то время подвезли горячий чай из Макдональдса. Привезли горячий стакан с кипятком и с чаем, с сахаром. А потом подъехала, уже когда светлала, подъехала кофемашина, вот такая будочка, которая и бесплатна всем желающим». Пострадавшие говорят, что первым делом нужно собрать воду, просушить мягкую мебель и одежду. А после этого будут решать, как получить возмещение ущерба. Во время тушения пострадали двое пожарных. Их пришлось госпитализировать. «Получили травмы двое спасателей 83-93 года рождения. Один получил тупую травму грудной клетки и живота. Второй спасатель получил тепловой удар. Оба спасателя госпитализированы, сейчас находятся в больнице городской. Жизни спасателей ничего не угрожает, их состояние можно оценить в средней тяжести». Завершить разбор в квартире и проверку всех возможных очагов обещают до конца дня. Всего же на борьбу с огнем было направлено 13 единиц техники и полсотни пожарных. А пока здесь и после ликвидации у каждого есть заботы. Эксперты устанавливают причину, а жильцы ведрами вычерпывают воду из комнат. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.